Человек – это центр Вселенной. Мы живем на крутящемся шаре, который вращается вокруг звезды, наряду с другими подобными шарами. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Вечные пленники Солнца, которые движутся по непреложным законам бесконечности. Но все они лишь точки в пространстве. Представьте, если бы Солнце было в диаметре 1 метр, то Меркурий был бы размером с маленькое зерно и находился бы в 42 метрах от Солнца. Тогда Земля была бы как крупная горошина и вращалась бы в 110 метрах от Солнца. А самая большая планета, Юпитер, по размеру была бы похожа на большое яблоко и находилась бы в 560 метрах от Солнца. И это только лишь одна Солнечная система из бесконечного множества подобно. Материалисты, которые рассматривают жизнь как стечение обстоятельств в мире многообразия материи, говорят, что жизнь по большому счету – ничто, ведь с их позицией человек слишком незначительен во Вселенной. Тот, кто придерживается подобных взглядов, может каждый день пользоваться вещами и даже ощущать радость, подобную той, которую поначалу испытывал Мидас, когда превращал в золото все, к чему прикасался. Но когда дух такого человека распрощается с его физической оболочкой и растворится в неизвестном для материалиста пространстве, не найдется таких фургонов, куда можно было бы погрузить все эти важные при жизни вещи, чтобы взять их с собой. Материя и форма – только инструменты нашего мышления, всего лишь пешки в игре расширяющегося сознания. Это подобно тому, как красмейстер разыгрывает воображаемую партию у себя в голове, вместо того, чтобы просто переставлять фигуры на доске. Человек – центр Вселенной. Конечно, не в физическом плане, а на уровне сознания. Быть в каждый момент в любом месте, быть всегда и везде – вот что такое единое сознание, которое есть в человеке. Сознание порождает форму и властвует над всем. Если твердо это знать и научиться правильно использовать, можно в корне изменить свою жизнь. Нет смысла в том, чтобы сетовать на судьбу и расстраиваться из-за проблем, пасуя перед обстоятельствами и придавая большое значение материальному миру. Все имеет свое начало в сознании, все рождается мыслью. И происходят настоящие чудеса, когда в умиротворенной тишине душа пробуждается в своей божественной сути. Вы существуете как личность, потому что вы думаете. И ваши мысли – это самое важное из всего, что вы делаете. Фактически это единственное, что вы делаете. Ваши мысли дают быть ее формам и обстоятельствам. Ваши мысли – это единственный инструмент для расширения вашего сознания. И в первую очередь вы должны заботиться о том, о чем думаете, во что верите и как относитесь к себе. Все это уже сделало вас тем, кто вы есть, и все это влияет на то, кем вы будете. Если вы хотите в своей жизни прогресса, движений, благополучия, любви и энергии, вы сразу будете отвергать каждую негативную мысль, посетившую вашу голову. Вы не примете для себя ни одной идеи, противоречащей добру. Вы станете мыслить только позитивно. И тогда Вселенная ответит вам неимоверными дарами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok